Парк Горького введен в эксплуатацию в 2011 году. С тех пор обслуживанием дома занимается сам застройщик, управляющая компания Парк Горького. До недавнего времени жителей новой высотки устраивало все. Устраивает и сегодня, уверяет инициативная группа. Подтверждение тому анкеты голосования. Но у управляющей компании Сочи жил сервис групп свой протокол, который доказывает обратное. Сегодня они решили взять бразды правления в свои руки. Собственники квартир жилого комплекса на Горького такие действия посчитали рейдерским захватом. Захват дома вообще на такой степени незаконный. До сих пор не были предоставлены эти копии бюллетеней, на основании чего он зашел на наш дом, нарисовал этот протокол. У нас есть решение суда, что запретить ему вход на нашу территорию в принципе не может быть собран даже к ворам. Поэтому мы так ярко отстаиваем. У нас все устраивает, на все устраивает. Просто вот это беззаконие наводит на всякие нехорошие мысли вообще страны. Почему этот человек все так беззаконно ведет на территории нашего дома? Почему мы должны все нервничать? Почему мы должны грудью остаивать? У нас есть постановление, у нас все есть документы. Почему мы должны вообще в наш обычный день нас всех трясет? Родицы 90-х годов напоминают вот такая ситуация вообще. Пришли амбалы, рвутся в подъезд, отталкивают женщину. Ногой сейчас открывает дверь, они прям врываются, я ногой защищаю. Он ей говорит, сейчас придем, сядем и отсюда не уйдем. Все. К слову, протокол, по которому за Сочи жилсервис проголосовало 99% жильцов, самим жильцам не предоставили. Зайдите любой на сайт ЖКХ реформа, где должны быть раскрыты все сведения о Сочи жилсервисе, не раскрыто ни по одному дому. Мы писали уже не только мы, также собственники «Остром мечты» не раз запрос. Почему такое халатное отношение и покрывательство к этой организации? Представители данной организации от комментариев отказались. Руководитель Сочи жилсервисгрупп Вячеслав Камнев свою точку зрения пообещал озвучить позже. В нынешней же управляющей компании уверены, на них жильцам жаловаться нет причин. Вот сегодня пришла другая компания, которая практически говорит о том, что нам надо просто отсюда взять и убраться. Я считаю, что это преждевременно, потому что жильцы подали в суд. Они пришли в роли хозяевов, отдайте нам ключи, там притащили какие-то болгарки, сварочные аппараты, хотели что-то поломать, может быть. Я понимаю, что у компании Сочи жилсервисгрупп есть лицензия, но покажите мне, что дом, на который вы претендуете, по этой лицензии записан за вами. Я такого документа пока не видел. Поэтому, в принципе, не имею оснований кому-то взять и просто отдать дом. Меня жильцы не поймут. Пока суд запретил передачу каких-либо документов руководству компании Сочи жилсервис. Запретил данной организации производить и начисление платежей за обслуживание общего имущества дома. Разбирательства вокруг жилого комплекса «Парк Горького» дошли и до городских властей. Накануне с собственниками квартир встретился глава Центрального района Андрей Терещенко. Управляющая компания «Парк Горького» имеет лицензию. В ней, в реестре данной лицензии данный дом указан. Соответственно, на сегодняшний день, так или иначе, эта управляющая компания здесь на правомерной почве. Те действия, которые были сегодня здесь, они пока еще не имеют никакой правовой почвы, правовой основы. Жители в суде могут уточнить свои требования исковые, откорректировать. Также жилищное законодательство предусматривает, если протокол общего собрания, который уже состоялся в августе, где-то под делом, то суд это может выявить по требованию жителей. И это уже уголовно наказуемое деяние с 2016 года. Сегодня план нежданных гостей не увенчался успехом. Окончательного решения сочинцы ждут от прокуратуры и госжилинспекции.